Предвыборная агитация, дебаты, избирательная кампания. Все это моменты фестиваля учащихся «Мы, будущие избиратели России», прошедшего в минувший вторник. За победу боролись семь команд учебных заведений города. В правила и цели детской игры во взрослую политику вникала и съемочная группа ТВК. Они молоды, энергичны, коммуникабельны, а самое главное, любят свою родину. И со всей ответственностью подошли к финальной игре, тематикой которой были сказки великого русского классика Александра Пушкина. Финал шестого открытого городского фестиваля «Мы, будущие избиратели России» собрал лучшие команды школ и колледжей, которые прошли жесткий, но справедливый отбор на предыдущих этапах. Перед началом игры напутственные слова от представителей администрации. Наша страна самая демократичная, потому что все ветви власти у нас избираются. Избираются честно, избираются справедливо, избираются публично и наглядно. Стремитесь быть не просто избирателями, а быть избранными и нести ответственность не только за себя, а еще за наш любимый город. Именно вам решать, каким будет Россия, именно вам участвовать в последующих выборах, потому что кто-то через год, кто-то через два начнет пользоваться этим правом. Причем я хотел бы сказать, что это не просто право, это еще и обязанность наша все-таки. Ходить на выборы, выбирать, для того, чтобы потом не говорить, что за нас все кто-то решил. Проект «Мы, будущие избиратели России» был поддержан комиссией конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из бюджета города на реализацию социально значимых проектов, выполняемых социально ориентированными некоммерческими организациями Бердска в 2022 году. Напомним, что организаторы фестиваля видели дальнейшее развитие проекта в выходе на областной уровень с привлечением команд из других регионов. И эта задумка находит свое решение. Мы решили, что, наверное, след на следующий год мы попробуем реализовать более масштабное мероприятие, выйдем на общий региональный уровень. И если у нас это получится, то победитель сегодняшний без предварительных промежуточных игр будет допущен сразу к региональному уровню. С самого старта игры и до ее финального окончания весь зал был в напряжении. Каждая команда ответственно и по-своему подошла к финальному противостоянию, и до последнего не было ясно, кто победит. А победителя выбирало не только компетентное жюри, в состав которого вошли депутаты горсовета и представители политических партий, а также участники игры и их многочисленные болельщики. Здесь, как и на выборах, каждому предоставлялись бюллетени для голосования, и каждый мог отдать свой голос за понравившуюся команду или капитана. По итогам игры победителем стала команда средней общеобразовательной школы номер 11 «Сибирские кедры». Честно говоря, не ожидали. В таком приятном шоке, конечно, это же радость, волнение, впечатления очень яркие, восхищение и радость. Можно добавить, что мы достойны этой награды. Мы вложили много сюда своих сил, труда, поэтому мы самые лучшие и доказываем это еще раз. В выступлении капитана в каждый продемонстрировал свою эрудицию, знания правовой культуры и ораторское мастерство. По итогам этого конкурса лучшим был выбран лидер команды средней общеобразовательной школы номер 8 «Время первых». Конечно же, приятно, но я ожидал, на самом деле, я старался, я выкладывался больше, чем на 100% для того, чтобы выиграть. И, конечно, радостно, но ожидаемо. Конечно же, на ближайшие выборы я пойду, как только мне исполнится 18 лет, потому что, поучаствовав в этом всем буквально, здесь я прочувствовал атмосферу и понял, что выборы – это действительно важно. Именно эту цель ставили перед собой организаторы проекта – донести важность и необходимость участия каждого жителя в выборах. Если будущие избиратели это понимают, смело можно сказать, что цель организаторов была достигнута.